Критическая ситуация на реках Ядренского района. Из-за недостатка кислорода в суре, рыба устремилась в ее притоке. Это привлекает браконьеров. Некоторые приезжают на рыбалку не с удочкой, а с баграми. Но не только это вызывает обеспокоенность. Любители подледной ловли заезжают на своих автомобилях за так называемую водоохранную зону. Сегодня нарушителей выявляли в ходе масштабного рейда. В нем приняли участие спасатели, полицейские, сотрудники управления Росприроднадзора. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Обычно в это время года в окрестностях реки Урга настоящий аншлаг. Добраться сюда возможно только по этой дороге с крутыми спусками и поворотами. Но это не останавливает никого. Даже в будни сюда приезжают сотни рыбаков. Любители подледной ловли нарушают закон. У данной речки также есть водоохранная зона. Ее ширина 200 метров. Данные автомобили, которые здесь находятся, как раз попадают в зону действия данной водоохранной зоны. Все они находятся на местности, которая не имеет твердого покрытия. И тем самым нарушают требования водного кодекса. За это в кодексе об административных понарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность. Когда у реки появляются люди в форме, многие рыбаки бросают свои авто и уходят подальше от берегов. Но некоторые любители подледной ловли, даже увидев издалека представительную делегацию, все равно преодолевают запретную зону. На нарушителей составляют протоколы, но они пытаются доказать свою правоту. На повышенных тонах рыбаки общаются не только с инспекторами природного надзора, но и с сотрудниками полиции. Водный кодекс отбирает. А сейчас он опубликован, всенародный. Для того, чтобы все его знали и его соблюдали. Если вы его не прочли, это не жаль. Что-нибудь сюда вложили, чтобы от этого все восстановить. Извините. Закон придумали, как вышло, и все. Вы не правы. Нарушители карают крупными штрафами. Их размер превышает 3000 рублей. Во время рейда инспекторы МЧС раздают рыбакам памятки поведения на льду. Из-за перепада температур его толщина уменьшилась до 20 сантиметров. Ну а некоторые, пренебрегая правилами и рискуя жизнью, по льду передвигаются прямо на своем автомобиле. Здесь повсюду можно увидеть следы от колес и накатанную трассу. А в некоторых местах и глубокую колею. В данном месте, в Ядринском районе, где я являюсь руководителем, уже произошло три случая. Так, «Шевроле-Нива» 31 декабря провалилась на въезде в карьерный около реки Сура, в районе города Ядрин. Провалились передние колеса. Но был извлечен автомобиль самостоятельно. Кроме этого, ВАЗ-2114 на устье реки Урга, где мы сейчас находимся, тоже провалился под лед передними колесами. Но машина самостоятельно была извлечена. Снегоход остается в данный момент еще под водой. Бороться с нарушителями муниципальные власти решили только кнутом. Пряники уже не помогают. Подобные масштабные рейды на реке Урга планируют проводить намного чаще. На подъездах к левым местам появятся запрещающие знаки. Решить проблему и ограничить движение вблизи этих берегов могут только штрафы. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов. Республика.